День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим, ну или даже, скажем так, снова посмотрим на Warframe. Это free-to-play игра, это игра, которая, скажем так, концентрируется на крафтинг вещей, а также на кооперативную игру против компьютера, против NPC. Это не PvP, это не стрелялка, в которой мы стреляем в людей, нет, это, скажем так, приключение, которое можно играть и в одиночку, и со своей группой, только по инвайтам, или можно с рандомными людьми играть. Против компьютера у нас здесь есть куча планет, на которых куча заданий, например, мы, по-моему, начинаем на Меркурии. Да-да-да, на Меркурии, и потом продолжаем дорогу на Венеру, и после этого Земля, Юпитер, Европа, Марс, и всё дальше-дальше-дальше-дальше. И потом, самая сложная планета, по-моему, Луцо, это одна из самых сложных, 25-й уровень, 35-й, 40-й уровень, да-да-да, 30-й, 40-й уровень. Это уже сложные-сложные вещи. И я вам покажу геймплей, но самое важное в фри-то-плей игре, это и, конечно же, её система фри-то-плей, то, что вам придётся платить деньги, то, как вы можете в неё играть. И поэтому давайте сначала начнём, скажем так, обзор и это видео с менюшек. Если вам хочется, конечно же, пропустить до геймплея, посмотреть, как я бегаю и стреляю в инопланетян, то пропускайте. Но, по идее, это важно, по-моему. И давайте просто начнём с того, что у нас есть. Итак, у нас есть наш герой, как видите, вот он здесь сидит. Это костюм, который я купил за деньги. И да, я купил на Стиме пакет с валютой заденежной, с бонусом. И он на Стиме, по-моему, намного дешевле покупать там этот пакет, потому что в пакете вы получаете 500 платинума, что является вот именно этой валютой, которую вы платите за деньги. А на сайте их, когда вы, например, пойдёте вот сюда и нажмёте на Get Platinum, вы получите за 20 долларов 370 платинума. Что меньше, по-моему. Опять же, я не математик. Что важно, это то, что вам, если вам хочется получить всё очень-очень быстро и сразу же, то вам придётся платить. Но, я вам скажу честно, всё, за что вы платите, это вы платите за вариацию. Например, я себе купил сейчас Warframe. Так, где там Warframe? Некроса. Вот этот Некрос за 375 платинума. Я его купил. Или за 350. Он один из самых дорогих. И у него ничего особого нету. Экскалибур, который вы получаете бесплатно и в самом начале. Отличный, отличный костюм, которым вы можете пользоваться. Всё это, это вариации. Это вариации геймплея. И это не очень сильно меняет, вас не делает супер мощным и супер сильным. Вы это за деньги не получаете. Что вы можете сделать? Это, например, скрафтить. А то есть, помните, я сказал вам, конечно же, вы можете стрелять в монстров. Но здесь очень важен крафтинг. И давайте посмотрим. Тот же самый Некрос можно посмотреть в Warframe Blueprints. А то есть, где наш Некрос? Где он? Некрос Blueprint. Первое. Некрос Blueprint стоит 100 тысяч внутриигровой валюты, которую вы получаете за миссии. За каждую миссию вы на низких уровнях получаете, например, 500 монеток. Так что, посчитайте сначала, сколько миссий нужно выполнить, чтобы получить вот этот Blueprint. Потом, что нужно сделать? Нужно себе собрать 100 тысяч. Потом ещё 25 тысяч, чтобы закрафтить. А также собрать детали. Шлем, тело, шасси и систему. И Arokin Cell это специальные вещи. А то есть, это всё-всё-всё-всё нужно собрать потом в миссиях. И, по идее, можно на вот этой карте посмотреть, где что находится. То есть, здесь, когда мы щёлкаем, например, на Юпитер, мы можем посмотреть. У нас здесь Neural Sensor, Field & Sample, Alloy Plate и Salvage. Это те материалы, которые вы можете найти в этой системе. Сюда вам стоит пойти, чтобы пофармить. И, например, вот эти детали Некроса, по идее, в интернете вы сможете узнать на Вики, в какие миссии нужно выполнять, чтобы открыть, и чтобы пофармить, и чтобы себе открыть этот костюм. Но, опять же, я повторюсь, я именно для этого и сделал, чтобы посмотреть, чем отличается, например, Некрос от... Так, где мой арсенал? Вот он, мой Некрос. Где... Так, я сказал... Эквип. Вот он, мой экскалибур. То есть, чем они отличаются друг от друга? Ничем. Лёгкие вариации геймплея. У нас, конечно же, есть разные-разные вещи, разные украшения, расцветка. Всё-всё-всё, это можно докупать. И давайте я сейчас Некроса возьму, потому что я... Я ему купил сосиски. Смотрите, какие у него чудесные сосиски. Они, да... Они очень классно прыгают, и когда бегаешь, они туда-сюда... Я даже не знаю глагола для... Они меня просто развлекают, когда они это так делают Мы можем изменить расцветку К сожалению, только один тип расцветки, считайте, продается за внутриигровую валюту Все остальное за деньги А то есть я сейчас... Appearance Давайте пойдем Primary Видите, у нас есть разные-разные-разные разделы в расцветке И, по-моему, Shamrock Это то, что я купил за внутриигровую валюту Это единственное, что продается именно за внутриигровую валюту Все остальное у нас продается за настоящие деньги И стоит прилично А то есть 20 долларов вы получаете 375 А каждая вещь стоит 75 Каждая сборка цветов стоит 75 А то есть где-то 5 долларов Что немало Так, давайте тогда выйдем Выйдем еще раз У нас есть разное оружие То есть у нас есть стандартное большое двуручное оружие У нас есть что-то вроде пистолетов Я себе, например, именно скрафтил Именно вот скрафтил себе пистолеты И у нас есть кронус, который я себе тоже скрафтил И давайте, может быть, сейчас зайдем на крафтинг Как только моя мышка решит, да, работать Следующее У нас есть спутник Видите, я тоже его купил Мелкий спутник, которого можно купить себе За настоящие деньги Опять же 75 Вот это за 60 Потому что он на скидке Это, опять же, где-то 5 долларов Они чуть-чуть стреляют в врагов Но я уже его ненавижу Я уже его хочу снять И больше им не пользоваться Потому что он упорно стреляет в турели Стационарные турели на потолке Они не всегда запускаются Но он всегда в них упорно стреляет Он игнорирует всех остальных мне нужных врагов И чтобы он вот именно вниз стрелял Мне интересно Он их игнорирует Он упорно стреляет в эти турели И я его уже, считайте, ненавижу Он, конечно же, прикольненький Но я его ненавижу Скажу вам честно Что у нас есть еще? У нас есть прогрессия И они, например, прогрессию костюмов Прогрессию оружия изменили То есть, видите, у нас есть апгрейды И у нас есть моды А то есть у нас есть, например, специальный мод для этого оружия Хаш Этот мод можно будет собрать Можно будет скрафтить И вставить его в оружие И, например, моды Посмотреть, какие у меня есть моды Каких нету модов Какие нужно скрафтить Какие нужно сделать И, например, я могу Трансфьюз Это разбить на базовые составляющие Все-все-все Это можно сделать И я сейчас просто не хочу в этом сидеть Но это можно делать Скажу вам честно Хотя это все можно делать Так или иначе Крафтинг А то есть Вы можете, по идее, все вещи Создавать Просто вещами Просто играя в игру Но это длится очень-очень-очень долго И не обманывайте себя Они хотят, чтобы вы платили И они сделали Например, даже если вы собрали все материалы Все-все-все Вот где это? Foundry Хорошо, давайте зайдем Давайте посмотрим, где оружие Я вот, например, сейчас хочу себе Потому что у меня товарищ Как бы смерть Некрос Я купил себе Вот эту штуку косы Первое, что мне нужно Neural sensors Это будет на планете 10-го, 15-го уровня А то есть Мне сейчас невозможно Это скрафтить Раз Следующие Базовые материалы У меня их практически достаточно Эти вот Circuits Ferrite И Polymer Bundle Их можно найти везде Везде можно их зафармить Это без проблем Но Нужно еще 20 тысяч Кредитов И плюс Нужно будет ждать 12 часов А то есть Вот видите У меня, например, на меч Который я уже сделал У меня достаточно Всего Я могу нажать Но мне придется ждать 12 часов Пока он скрафтится И от этого взрывается голова Потому что Как? Как это? Нужно ждать? Но Да Вот такая вот игрушка Им хочется, чтобы вы платили Я их понимаю Потому что они, по идее Предлагают прилично продукт Это уже 13 апдейт То есть Они добавляют в игру Они очень-очень хорошо работают Над ней Куча оружия Куча фреймов Куча уровней Приятные враги С которыми интересно сражаться Все это есть И поэтому Как бы Они хотят Чтобы вы просто Сказали им спасибо За их работу Так что Можно играть бесплатно Но это Это очень-очень-очень тяжело Итак Давайте наконец-то Пойдем На миссию И давайте пойдем Так Венера Это какие уровни Веспер Как раз Вот это где-то Четвертый-пятый уровень Это то, где мне стоит Давайте просто Rescue Exterminate Да Это самая простая миссия Exterminate Убить всех на уровне Я сейчас особо не буду Играть Давайте Я подключусь к игре Онлайна То есть видите Меня подключит Сейчас К другим людям Которые тоже бегают И я могу сразу же Пострелять Это отлично работает Я могу открыть Например здесь Собрать лут Иногда В зависимости от того На каком сервере играешь Есть проблемы Есть проблемы с тем Что Мы У нас разный пинг И люди начинают Телепортироваться Но это минимально Скажем так Если вы играете На одном и том же сервере И вам подходящем сервере То это Эта проблема уже уменьшилась Раньше этого было Намного больше Это раньше было Намного страшнее И неприятнее Но как видите Здесь мало что Показывать Да Например Это приятная Игрушка В которой есть Например Небольшие пазлы Если вас Например Заметили На этаже И вы Вот 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 он Он тупо начинает Вон она Турель Видите Она в меня даже не стреляет Но он в нее Стреляет упорно Потому что Он уверен Что это Турель Которая Так Не сделает что-то плохо Так Подождите По идее Где сенсоры А Все хорошо Сенсоры Отключились Я Проскочил Чудом Чудом Проскочил Вот сенсоры Видите Их нужно отстреливать И может быть Единственное Что я бы сказал Это Ну Против этой игры Конечно же Первое Если здесь покупать То это дорого А если не покупать То это Долго И очень-очень Мучительно Но с другой стороны Сюда можно затянуться И я понимаю Почему люди играют Я понимаю Что это Более или менее Качественно Так Тихо Давайте я сейчас Икс 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 Поднимаем Нашего друга Хорошо Но Что я Хочу еще сказать То что Первое Это наш спутник Который Идиотски Стреляет В турели Вот например Это агрессивная турель Да Но В нейтральной турели Когда он стреляет Мне хочется Ему гвоздь в голову Бить И то что Уровни в общем Темные И очень-очень Запутанные Не нужно запутанные Очень тяжело Заметить Откуда стреляют В меня Вот как раз Пример пазла Видите Нужно просто Соединить Все линии Чтобы они Все-все-все-все Соединились И можно тогда Идти дальше Так давайте посмотрим Что у нас здесь Кредит И еще немножко Лута Давайте здесь Порежем О игре Можно сказать То что Здесь очень хорошая Боевая система Меч Это шикарно У нас есть Стандартное оружие Видите Я сделал себе Четкое такое оружие Которое всегда Нам дается По-моему В самом начале Автомат Который Постоянно Автоматически Стреляет И это не очень весело По-моему Так Это намного четче Намного больше Хэдшотов Я получаю И конечно же Я потом Собираюсь перейти На винтовку Которая мне дает Больше возможности Делать хэдшоты Но Эта винтовка Дорогая И для большого уровня Что есть еще Это конечно же Мои Пистолеты Двойные пистолеты Очень-очень веселые Очень классные На них мало патронов Но По-моему Они стоят своих денег Потому что Они Ну Просто старания И Как раз Это одна из Тех вещей Которые я не покупал Я по-моему Своё оружие Вообще не покупал Да-да-да Я на костюм Потратился И сосиски себе купил А Оружие Вот эти пистолеты Скрафтил себе Сначала два пистолета Скрафтил Потом еще дополнительные вещи Долго Это было долго Но Но Что я купил себе Это я скрафтил себе Пистолеты И потом 12 часов И у меня взорвался мозг И у меня были лишние По-моему Это 25 Платинума стоит Так что я Плюнул Подавитесь Так что Вот такая Такая история Что еще вам сказать Вот и все Вот и все Если вам хочется Грайнд Если вам хочется Знаете Это по идее Так или иначе Грайнд Да Тут хорошие враги Например Есть С которыми Нужно Долго Сражаться И здесь Сюжета Чего-то Такого Не надо И притом Это игра Бесплатная И скажу вам честно То есть Это не одна Из тех игр Которые Обязательно Стоит Попробовать Потому что Если вы это Не сделаете Вы пропустите Что-то Абсолютно Важное Это еще Один Это еще Одна Фри-то-плей Игрушка С Относительно Очень-очень Относительно Честной Системой Оплаты И Это все Терпимо Это Можно просто Проигнорировать То есть Оно не горит Это Не творение Скажем так Это не Far Cry 3 В который Франту стоило бы Например Там поиграть Это Это Не то Это не Крайсис Это Просто Еще Одна Игрушка Единственное Что меня Вот Скажу Радует Это Мои Сосиски Вот Мои Сосиски Меня Радуют Абсолютно Абсолютно Чудесно Так И Ну И что Выводит Из себя Это Это Мой Спутник Который Тупо Стреляет В турели Так Как раз Мои остальные Спутники Ничего Не делают Они Просто бегают Так Хорошо Так Где у нас Вон Хорошо Тут Просто эти Лазерные Они наносят Урон Нужно Подключать Так Товарищ С топором Бегает Большим И всех Убивает Резко И жестоко Так Куда нам Вообще Нужно Идти На миникарте Есть метка Всегда Которые Иногда Багуют Тут Тут Проблема Хорошо Что я Вспомнил Тут Иногда Бывает Проблема Это Ё-моё Того Что нам Видите Нам Нужно Подняться Наверх И Мини Карта Нам Этого Не Говорит Она Нам Говорит В какую Сторону Идти Но Она Нам Не Говорит То Что Именно Вот Здесь Например Стоит Подняться Наверх Потому Что Если Мы Это Не Сделаем Мы Не Пройдем Никуда У нас Ничего Не Будет Так Хорошо Давайте Отключим Детектор Турель Это У нас Да У нас Активная Турель Да 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 Вроде Сюда Так Опять Детектор Разберемся Хорошо Я даже Не знаю Там Мои Спутники Соратники Разобрались В том Что Нужно Просто Дальше Пойти И Пройти Поверху Или Нет По-моему Один Из них Разобрался Или Одна А Это Все Нет Это Не Все А Мы Уже Выполнили Задание А Ну Хорошо Еще Одна Вещь Которую Стоит Заметить В этой Игре Чтобы Получить Лут Вам Нужно Закончить Миссию И Как видите Пока Мои Товарищи Не подойдут Сюда Я не могу Закончить Миссию Поэтому Я Обычно Предпочитаю Играть В одиночку Но В одиночку Играть Очень сложно Особенно На высоких Уровнях Что Вам Скажу То есть Если Дисконект Или что-то Такое Переподключиться К миссии Невозможно Так что Лут Пропадает Что остается Это Остается Экспириенс Это приятно Это да Это хорошо Как раз Вон у человека Топор И Видите У меня Сосиска У него Много маленьких Сосисок А у него Одна большая Сосиска Так что Вот этот Экспириенс Который вы Собираете Здесь Это Вы получаете Вот эту Внутриигровую валюту Проигнорируете Потому что У меня сейчас Так как я Пакет на стиме Купил Мне еще На пару дней Бонус дали На Экспириенс И на внутриигровую валюту Здесь Это по идее Оно там Удваивает А то есть 1200 Было бы То что я Получил бы За одну миссию И видите То есть 1200 Если мне хочется Скрафтить Некрос То там Полторы тысячи Нужно сделать Но Некрос Можно себе Сделать только На более высоких уровнях Так что Я там Больше получаю Так или иначе Сюда нужно Вставить Очень 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 Много времени Чтобы Хорошо Закрафтиться И не тратить Деньги Так что Посмотрите Смотрите Это прилично Это терпимо То есть Это одна из тех Платных систем Которая Понятно Что да Они хотят Забрать деньги Но Простительно Это вполне Простительно Так что Я Могу Спокойно вам Сказать Да Возьмите Попробуйте Посмотрите Может затянетесь Может быть Вам понравится Я тогда На этом Закончу Скажу вам Большое Большое Спасибо За внимание И мы Увидимся В следующем Видео